Добрый день, друзья! С вами ТиДжи. Сегодня я распакую кое-что старое, но для русскоязычного пользователя более-менее редкое. Американское коллекционное издание самого первого сталкера Шаба в Чернобыль. Точнее, изначально я хотел распаковать крутую польскую коллекционку мэнов в Ворвич-мешке, но издание почему-то оказалось недокомплектованным. Есть. Ляга тоже есть. А здесь все остальное. Там больше ничего нет. Где огромный коврик для мыши, военная пилотка и сериал штрафбат на DVD на пяти дисках? Мне это, конечно, хрени нахрен не нужны, но это элементарный недобор товаров в продукте. Тут кармашек, тоже пусто. Охренеть. Но добро пожаловать в Европу. И его пришлось вернуть. Но взамен этому я распакую для вас и фанатов сталкера тень Чернобыля коллектор с радиейшен и гишер, то есть американско-европейский вариант коллекционки. У сталкера этих коллекционок очень много, но я не фанат и купил себе эту маленькую симпатичную коробочку только из-за хорошего выторганной ебы. Итак, мы вернемся на шесть лет назад. Эту маленькую милую металлическую коробку охватывает рукав пластиковый, и этот бокс – это та самая крутая плюшечка здесь, пошарпанная, вся в трещинах, ржавчине, она будто осыпается. И все рельефное, главное. Передняя сторона, она с знаком радиации, который от старины якобы почти уже высвел, и буковки Stalker Shadow Chernobyl тоже выступают. То есть стилизация просто на высшем уровне. А вот состав вполне таки обыкновенный. Так, люди, которые в курсе, уже догадываются, откуда взят дизайн DVD-бокса. Не в нормальной коробке, а вот в такой вот картоночке. Внутри просто диск с игрой без ключей и бонусный DVD, причем отлично стилизованный, интерактивный, содержащий кучу контента. Кажется, на пяти языках. Ну, к сожалению, не на русском. Но выглядит как отдельная игра. Эта картонка гораздо хуже, чем акеловские DVD-боксы, так что с ней максимально аккуратно, ребят. Далее карта зоны. То есть вся такая вот продолговатая, с условными обозначениями, как в русском издании. Но в отличие от него, сзади нету арта, никакого тут пусто, как видите. Далее двигаемся дальше. Артбук своеобразный. Зона. Инструкция по выживанию. Тут куча текста. Куча, 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 куча текста. Не буду его весь показывать. Все на английском. Просто он иллюстрирован. Здесь рассказывается о дневниках сталкера, монстах, о типах военных, типах оружия и так далее. Такая клевая книжечка помощь, так сказать. И еще дно руководства пользователя на 25 страниц, аналогично русскому изданию. В котором, опять же, ничего нет. А сзади ключик. Ключик для активации. Далее. Далее лежит рекламка, течки, что-то вроде регистрационной карточки. И загружаемое дополнение видеокар для мультиплеера, которые уже, естественно, сто лет как не работают. Коды смотрите, подите и делайте все, что угодно. Итак. Издание довольно-таки хорошее. Я думаю, лучшее от ДНСовского за счет шикарной коробки, отличного бонусного DVD и артбука. В общем, для фанатов горячо-горячо рекомендую. Со следующей коллекционкой со мной мы встретимся через недельки-полторы-две. Будет отличная коллекционка, опять же, на русском языке, распакованная впервые. Так что до встречи. Ждите. Счастливо.